Дожились. Путину некуда деньги девать. Олег Адольфович за 4 ноября 2023 года. Но прежде чем продолжить, хочу поблагодарить моих многолетних и регулярных спонсоров моей работы Михаила и Сергея за денежные переводы. Огромное сердечное спасибо. Остальным напоминаю, что мой канал существует только исключительно на ваши пожертвования и нуждается в помощи в распространении публикуемого контента. Спасибо за понимание. Поехали. Доброй ночи, имперцы, имперочки, имперчики. Серьезная у нас сегодня тема. Душераздирающая, я бы сказал. Раньше ведь как оно было? Путин подкупал политиков по всему миру. В ответ на это они являли чудеса здравомыслия. Теперь, когда Путин скупил всех политиков, до которых только мог дотянуться, пришла пора крупных оптовых закупок. Это и если верить самой честной и неподкупной президентке на всем нынешнем постсоветском пространстве. Так как президенток в экс-СССР можно на пальцах пересчитать, да и то часть из них в свое время, не разгибая спины, трудилась на KGB, наш пламенный привет дали Грибаускайте, то долго гадать не приходится. И сегодня в гостях у нас с вами президентка Великой Молдовы, Майя Санду, собственной персоной. Что же случилось у нашей Майечки? Почему морда лица ее выглядит смурной и печальной? Кто посмел обидеть светочки шиневского демократического политикума? Кто вообще плюнул в этот неугасимый факел свободы? Но вы уже все поняли, да, это опять кремлевский тиран и деспот, душитель всяческих новых ценностей и неписанных правил либерального мира. Дальше можно вообще ничего не комментировать. Проевропейский президент Молдовы Майя Санду в среду обвинила Россию в покупке избирателей на местных выборах в эти выходные, направляя деньги промосковским политическим партиям. Санду, которая осудила российское вторжение в Украину и обвинила Россию в попытке государственного переворота, заявила, что Москва направила почти 5 миллионов долларов за два месяца на финансирование преступных группировок. К ним относится запрещенная партия, возглавляемая беглым бизнесменом Илоном Шором. У меня, извините, только один вопрос. Путин платил промосковским группам наличным кэшем безналичным переводом или с использованием цифрового рубля? Это важный вопрос. Тем более, что вся Россия сейчас пользуется СБП как самым быстрым и бесплатным средством. Вот не поверю, чтобы Путин переводил денежки с комиссией. А это значит, что западные санкции просто не работают. Да, Свифт отрублен, но кто сказал, что Кремлю нельзя пользоваться иранской или китайской платежной системой? Она призвала избирателей поддержать ее союзников о урны для голосования в воскресенье, чтобы продемонстрировать поддержку ее видения движения Молдовы к европейскому мейнстриму и вступления в Европейский Союз. Россия ранее покупала тех людей, которые управляли Молдовой, сказала Санду в интервью телеканалу, имея в виду коррупционные скандалы в бывшем советском государстве перед ее убедительными выборами 2020 года. У нее больше нет такой возможности. Теперь она покупает граждан Молдовы. Кремль использует различные категории людей. Есть люди, которые работают на Кремль, и они едут в Москву за деньгами, сказала она. Снова вопрос. А что, молдавская таможня вообще никак не проверяет тех, кто вернулся в страну из Москвы? Между прочим, таможня тоже подчиняется пани президентке, так что все вопросы нужно адресовать в Кишинев. Я это к чему? Любой руководитель обязан знать, что есть всего два принципа заставить подчиненных качественно исполнять свои обязанности. Первый из них – это грамотно сформулированная задача, зафиксированная в документах, дабы никто потом не мог сказать, что он просто не знал об этой задаче. Второй из них – выстроенная система контроля исполнения задач. Это азбука руководителя любого ранга. И если таможня не ловит мышей, то главный вопрос по этому поводу к нашей маечке – а какие еще службы в Молдаве не ловят мышей и прочих нехороших существ? Санду призвала правоохранительные органы принять меры для наказания виновных. Голосование молдаван в воскресенье на выборах рассматривается как барометр проевропейских устремлений Санду. В мае десятки тысяч человек на митинге под открытым небом в Кишиневе поддержали ее политику. Но в небольших городках и сельской местности поддержка менее очевидна. Для всех важно выйти и проголосовать за тех кандидатов, которые будут проводить проевропейскую политику Молдовы и не создавать препятствий на этом пути, сказала Санду. Молдова, одна из беднейших стран Европы, расположенная между Украиной и членом ЕС Румынии, заблокировала доступ к основным российским новостным сайтам в преддверии выборов. Москва осудила этот шаг как попытку лишить молдаван доступа к альтернативным взглядам и обвинила президента в разжигании антироссийских настроений. Шор, ранее в этом году заочно осужденный за участие в коррупционном скандале на сумму в 1 миллиард долларов, высмеивает проевропейскую компанию Санды и организовал демонстрации из изгнания в Израиле, призывающие к отставке ее правительства. Конституционный суд Молдовы признал его партию незаконным, а нескольким ее кандидатам запретил баллотироваться. Но ведь может же, когда хочет, мало того, что сняла с выборов партию Шор, так и вторая оппозиционная партия Шанс тоже отправилась в небытие с очень любопытной формулировкой «в интересах национальной безопасности». Вот это и есть демократия, самая демократическая и настоящая. Смотрите, не перепутайте. Итак, 5 ноября в Молдавии очередные выборы в парламент. План России – подчинить Молдавию своим интересам, поэтому она вошла сюда с организованной преступностью, с деньгами, чтобы подкупать политиков, разрушать избирательную систему, дезинформировать. Мы видим гибридную войну со всем арсеналом. Все госструктуры и гражданское общество должны вмешаться. Государство обязано прекратить эти попытки. Главная прелесть всего этого в том, что по конституции Молдавии, не тычьте пальцем, зову как хочу, невозможно снять с выборов ни политика, ни партию за три дня до даты голосования. Но кто будет смотреть на эту презренную бумажку, когда под угрозой сама демократия? Правильно, никто не будет. Шора изгнали. Алексею Лунгу, лидеру партии Шанс, грозит уголовное дело по факту финансирования партии из-за рубежа. И вот тут могло бы быть крайне интересное кино. Дело в том, что и партия нашей маечки «Действие Солидарность» получала денежки из-за рубежа. Только шуба заворачивалась. Правда, эти деньги, кому надо деньги, всяких USAID, немецких фондов и структур Сороса. И неприлично задавать даме вопрос, сколько она стоит на самом деле. Сколько платят, столько и стоит. Так что в субботу в Молдавии победит настоящая демократия. А если она не победит, то уроет всех и все равно победит. А уж в каком виде случится эта победа, не так уж и важно. Будь то площадь Тахрир, Майдан или что другое, демократия, давно обкатала все инструменты для победы. Мне просто интересно, какой вой подняли бы западные СМИ и сними Путин с выборов того же Явлинского или Зюганова. Особенно смешно получилось бы с Зюгановым. Либеральные журналисты сразу стали бы такими настоящими коммунистами, что «держите меня, семеро». Но у нас тут автократия, скучное и предсказуемое место. Никого не гонят в изгнании, не снимают с выборов в последний день и даже, о ужас, не делают из всего этого событий в интересах национальной безопасности. А мы очень скоро узнаем, кто же на самом деле скупил Молдавию. Судя по всему, эта страна такими темпами прется в европейскую семью, что вскоре из нее можно будет устраивать этнокультурный заповедник. «Смотрите, люди добрые, жил тут один народ со своими причудами, жил да весь вышел, так сказать, влился и ассимилировался. А жаль, забавный был народец». Олег Адольфович, дожились, Путину некуда деньги девать. Редактор субтитров А.Семкин